Эхо. Зеркальный мир. Секрет брюшенов. Секрет брюшенов. Не злись на меня, Юрий. Да, я и не злюсь. Злиться это вообще не про меня. С чего ты решила, что я злюсь? Может быть, таков язык твоего тела в своем теле мне очень комфортно. Тьфу, опять этот гвоздь в заднице. А я нахожу его весьма приятным. Конечно, он же на тебя глаз положил. Друзья мои, вы здесь как здорово, что я вновь с вами столкнулась. Ну, такое в круизе частенько бывает. О да, каждый раз мы перебрасываемся парой фраз. И у меня даже не было возможности представиться. Граф Франческо Кастильони Баргезе. Но мне хотелось, чтобы вы называли меня просто Фран. Я Фурмиль. Фурмиль Градуль. Юрий Бодров. Предпочту, чтобы вы называли меня просто Мистер Бодров. Юрий, прошу прощения, морская болезнь совсем его догонала. Да, наверное, сейчас наружу всего вывернет. Стая летающих дельфинов следует с лицинами. И я как раз собираюсь на них полюбоваться. Не желаете ли ко мне присоединиться? О, конечно. Упустить такую возможность. Юрий, ты с нами? Нет, у меня здесь хорошо. Полежу. Поблюю тихонько. Что за выпендрежник? Внимание, пожалуйста. Информация для пассажиров. Через час мы перейдем в подводный режим. Погружение через час. Опа. Простите меня, сэр, но нам необходимо убрать шезлонги из палубы перед погружением. О, да, конечно. Фи-фи, тише, успокойся. А мисс Градуль не с тобой. Она там на палубе с каким-то красавцем-мужчинами и с забавным именем. Сигисберт, у тебя такое странное выражение лица. Это из-за собаки, что ли? Кто? Что? О, нет. Это длинное животное каждый раз хочет на меня наброситься, когда видит. Нет. Тут кое-что другое. Что бы то ни было, но ты должен немедленно рассказать об этом форме. Можешь не скромничать. Не хотелось бы ее беспокоить. Ничего страшного. Вперед. Зрелище было завораживающе. Ты раньше никогда их не видел? Нет. Я на Эхо совсем недавно. Я так и знал. Такое божественное создание, как ты, просто не сможет обойтись в этом мире без моих познаний. Хм. Мисс Градуль, я могу с вами поговорить? А? Я вся во внимании, Сигисберт. Я, мистер Бодров, сказал, что я вас сильно не побеспокою. Но это очень деликатная тема. И последний звонок перед погружением. Всем пассажирам пройти внутрь. Мне показалось, что твой друг хочет поговорить с тобой в превратной обстановке форме. Верно. Я найду тебя позже. Не будете ли вы против отужинать за моим столом сегодня вечером? Конечно. Мы с радостью присоединимся к тебе. Ах, да, мы. Твоим друзьям я тоже буду очень рад. Разве он не очаровашка, такой классный, да еще и красавчик? Понятия не имею. Люди находятся за пределами моего полового влечения. Чему я не сказано рада. Так значит, у брюшонов еще и лебеды имеются. Ты раньше никогда про это не упоминал, как в принципе и много чего еще. Пожалуйста, сейчас совсем не время. Так о чем же ты хотел со мной поговорить? Я... Давай придем в каюту. Мистер Подров, должно быть, уже ждет нас там. Нам всем не помешает лопить по чашечке чая. О, да. Когда мы были в Барселоне, Сигисперт проболтался, что все руководство Брюшонова находится в Риме. И я решила к его величайшему сожалению отправиться прямиком туда, чтобы найти ответ на вопрос, почему я все-таки оказалась в их хо. Выбора у него особо не было, поэтому он последовал за Юрием и мной. Да? Мой прежний куратор, Глон Тадарк, очень влиятельный член Курии Брюшонов. И я отправила ему сообщение о том, что мы скоро приедем. Вот так вот. Это было очень умно, и теперь он решил, что за нами понаблюдать. Вообще-то я склонен полагать, что мое письмо было злонамеренно перехвачено кем-то из моих единоверцев. Из-за того следует, что среди Брюшонов есть разные фракции. Объясни нам все, Сигисперт, расслабься. Ты можешь рассказать нам все, абсолютно все. О, мы твои друзья. Прекрати. После того, как ты выяснила, что мы имеем связи с кошками, ты постоянно пытаешься этим воспользоваться. Только Глоттадарка решит, что вам дозволено знать. Я просто хотела предупредить вас быть осторожными до тех пор, пока мы с ним не встретимся. Во время погружения ресторан на Скрипучий Мари-2 превращался в необыкновенное место. Такие-то и акулы запросто могли стать вашими соседями по столу, и для этого надо было просто поднять голову вверх. О, Фран, вон там. Ну, конечно, ты его уже и Франом зовешь. Хватит бурчать. Меня не ждите. Я скоро буду. Умись, несносное животное. Ах, Формиль, ты ослепительна. Присядь рядом со мной. Друзья. Хорошо, Фран. Мне хотелось бы представить вас капитану Амеде и его помощнику лейтенанта Нелло. Рада с вами познакомиться. Формиль, gratul. А мистер Фадоров, твой молодой человек? Так, фактически, нет, это не совсем так, Юрий, мой друг. Тогда я могу признаться, это такое облегчение для меня, поскольку, мне кажется, Формиль, ты заставляешь мое сердце полоть огнем. Мне очень бы хотелось за тобой поухаживать. До ныне мне еще никто такое не предлагал. Ох. Ужин был восхитительным, а Фран просто очаровательный. Решив приударить, он, конечно же, ухаживал за мной, но ничего неприятного в этом не наблюдалось. Моя вилла в Риме просторная, но пусть и это было бы совсем замечательно, если бы вы все втроем погостили у меня. А почему бы нет? А ты что думаешь, Юрий? Я думаю о том, что уже начинаю беспокоиться о Сигисперте, он должен был вернуться час назад. Никогда не стоит беспокоиться о Прешонах, они знают, что делают, полагаю. У вашего друга есть действительно уважительная причина, чтобы отсутствовать. Тут все куда более сложнее. Мы направляемся в Рим, чтобы прояснить несколько вещей с его руководством. В таком случае будьте осторожны, Формиль Прешона могут быть очень опасны. Да, определенно, но я все-таки должна найти Сигисперта. Увидимся завтра, Фран. Он говорил, куда пойдет? Нет, но здесь имеется еще один Прешон, который приставлен за нами заглядать. Этот корабль огромен, так что они могут быть где угодно. Подожди секунду, у меня идея, но мне потребуется... Эй, Фифи, я ее скоро верну. Ищи злобного бурундука, Фифи, давай. Откуда ты так уверен, что она найдет Сигисперта? Поверь мне, в нее получится. В любом случае ведет себя она и правда самоуверенно. Мы сейчас ее упустим из виду, конечно, ведь ты пытаешься бежать на шпильках и в вечернем наряде. О чем ты только думала? Дверь, моторный отсек. Что за Сигисперт? Успокойся, Фифи, ты ранен. Я в порядке, все нормально. Но это же кровь. Я в порядке, я же сказала. Этот воздушный шлюз открывается снаружи, и он открыт. Ты должен рассказать нам, что произошло, ничего, совершенно ничего, и ко всему прочему я совершенно ничего не помню. Мне лучше вернуться в свою каюту, принять душ и отдохнуть, и выпить чашечку чая, много чашечек, целый литр. Мы не смогли выводить из него хоть слово о том, что произошло. Кровь на двери шлюза была, но никто из пассажиров или команда не пропал. Капитан не решил проводить дальнейшее расследование. А вот присутствие жуткого пришлона, прилетевшего на корабль, так никто и не заметил. Рим – огромный город, но его улочки настолько узкие, что жители, те, что полнее больших машин, решают все-таки так и не заводить. А почему здесь все так кричат? Это традиция. На Эхо Фиат 500 – это забавная жука, которому словно скутер Веспа оставляет после себя ароматный след. Его вы ни с чем никогда не спутаете. Пробки на дорогах до безаварий – это как томатный соус без базилика. Вот, уже рассасывается. Тут самое главное – рвануть вовремя вперед, когда представится шанс. Ма, мы чуть эту дамочку не переехали. Чуть, моя дорогая, мы, римляне, прекрасно разбираемся в нюансах. Они тут всегда так водят. Скоро привыкнешь. Целую неделю море так и не пробрал, а тут пять минут. И... Борг. Эй, стой, притормози. Не стоит, я уже нашел пакетик. У меня есть дела в Атишане. Встретимся позже на Вилле. А? С Сигиспер там все в порядке? Он присоединится к нам позже. Не беспокойся, Фармель. Я еще никогда не слышал, что вы пришли, он потерялся в Виме. Да, я здесь, чтобы увидеть его превосходительство Галанда Дарка. Я проверю, сможет ли он, как я должен вас представить. Сигисперт Дэмэнда Фьюм из Нью-Йорка. Я так и понял, ждите здесь. Дом Афрана было в Боргизея никак не иначе. Добро пожаловать в мой скромный обитель. Если это фальшивая скромность, то, надеюсь, этот дом не голый фасад. Ты решила меня подразнить? Скоро привыкнешь. Так, значит, ты живешь здесь совсем один в окружении 300 человек прислуги. Да, но этот дом совсем утратил теплоту и свет, которые такое прекрасное создание, как ты, несут внутри себя. Бла-бла-бла. Это твои покои, а Эмили будет твоей гурничной. Она только что прибыла из Лондона. Со своими вещами я сама прекрасно могу справиться, знаешь ли. Ты хочешь лишить бедняжку Эмили своей работы, да? Это будет очень жестоко. Я размещусь рядом на тот случай, если тебе что-нибудь вдруг потребуется. Фурмель, быть может, мы поищем себе маленький уютный отель? Нет уж. На сей раз мы позволим себе насладиться таким прекрасным местом и успускать эту возможность не будем. Мистер Бодрова, вам немного дальше. В Северное Крыло вам полагается люкс Баргезе. Значит, Баргезе здесь жили и раньше? О, да. И некоторые оставались даже подолгу. Все мои предки были чрезвычайно разборчивы. Секретарь, я уже несколько часов здесь торчу, а его превосходительство Гландо Дарк ждет меня. О, да. Я забыла вам сказать, что его превосходительство не очень хорошо себя чувствует. Пожалуйста, подождите немного. Мы скоро о вас позаботимся. Позаботитесь обо мне? О, Секисперт, что ты тут стоишь? Маскарила, ты можешь объяснить? Давай внизу. Что тут вообще творится? А в Атишане сейчас все очень сложно. Если ты здесь задержишься, то здесь и останешься навсегда. Святая Инквизиция Аунтизиста вышла из-под контроля. Соглядать метафраста повсюду тебе лучше уйти. А что со святейшим понтификом? Не знаю, везде нет уже три дня. Поговаривают, что в бегах. Другие говорят, метафраста свершили злодействование. Может быть. Я думаю, что все в порядке. Доверься мне, держись и будь храбрым. Но тут кулится. О, нет. Ветербург-Дир. Это мое воображение разыгралось. Или ты со мной флиртуешь. Ты того стоишь, Фермеля. Мы отужинаем в городе. Я хочу показать вам самое сердце Рима. На Тарастевере есть множество отличных маленьких ресторанчиков. Эй, это же Сигисперд. Все в порядке. Ужасные вещи творятся. Я останавливался в каждой чайной по дороге сюда, чтобы хоть что-то как-то совладать с собой. Прошу меня простить, но сдерживаться больше я не могу. У меня мочевой пузырь под языком. Дови ногас быстрее. Что происходит? Они здесь. Они повсюду. Они следят за нами. Ну, теперь тебе точно придется все объяснить. Сигисперд, хватит ходить вокруг да около. Я не мог увидеться с Кланта Дарком, моим бывшим наставником. И узнать, что с ним совсем не представляется возможным. А единственное, это вы старый друг только и успел сказать, что пришел на разделились. Откуда ты это знаешь? Во время, где слышно все, мой дорогой. Он прав. В Курии всегда существовало два противоречия. Зевгмы и Аутвентисты. Это еще что значит? Зевгмы, такие как я, приветствуют контакт с людьми и принимают мироустройство таким, как оно есть. Мы на месте. Аутвентисты. Они хотят стереть всех людей с лица эхо. И они действительно это могут сделать. Вы уже знаете, что мы существа очень необычные. Да, видели мы, что происходит, когда вы теряете самобладание. Аутвентисты предпочитают давать своду своим импульсам. Они любят устраивать охоту. Для них истинный пришон тот, который живет своими инстинктами. Если они только могли, то целыми днями загоняли бы добычу, а потом забивали ее. А папской Курии их меньше стало. Святейший Понтифик и Зевгмы полностью не премлютых деяния. Проблема в том, что Понтифик исчез вместе со своими ключевыми министрами. Одним из которых является мой бывший наставник Гланды Дарка. И ты полагаешь, что всех их нейтрализовали? Пока нет. В противном случае, Антон Тедисты заправляли бы уже всеми делами. Осторожно, Синдерина. Очень горячо. Спасибо. А с нами они что набираются сделать? Почему они за нами следят? Комический баланс мисс Градуль очень сильно их беспокоит. Прости, что я втянула в тебя все это в раун. Не трешься в моем доме, вы в полной безопасности. Но сейчас мы не в нем. Они не посмеют что-либо предпринять среди такой толпы народа. Слишком много свидетелей. Оцените всю изысканность настоящей римской пиццы. Ничего общего с толстой мучнистой коркой, которую подают вам в Нью-Йорке. Мы не совсем сможем торчать вечно среди этого народа. В итоге нам все равно придется уйти. И что? Все, что пожелаете, весело провести время, эти вечеры могут присоединиться к нам. Сегодня на Вилле парки забудутся сумасшедшая вечеринка. Вперед, давайте опустошим винный погреб. С тобой можно и про всех пришенов забыть. А с тобой, Фрэмель, можно забыть и про весь остальной мир. Ты сильно преувеличиваешь, Юрий. Ну, это так мило. И у меня идея. Вперед. Что, Юрий, что ты собираешься делать? Фонтан Ти Три Ви. Прямо как сладкая жизнь. О, нет. Но ты намного красивее, чем Анита Экипичер. Вот тюрьма. Но это же так романтично. Я вся промокла. Здесь холодно и мокро. А мое платье все сшилось от воды. Держи, согрейся, моя дорогая. Спасибо. А я думал, что все делаю правильно. Я долгое время наблюдал за людьми и никогда бы не додумался до того, что если бросить девушку в холодную воду, то это может как-то помочь добиться ее расположения. Несколько минут спустя. Так слишком горячо. Нет. Так отлично. Спасибо большое, Эмили. Это эфирное ромашкое масло, но поможет тебе расслабиться. Это мне действительно необходимо. С тех пор, как Фран начал за мной ухаживать, Юрий стал вести себя как идиот. Я оставлю вас, чтобы дать порелаксировать. Спасибо. Просикас Пуанта. Да. Фурмель. Это я, моя дорогая. Что-то не так, сэр? Я был должен поговорить с мисс Гратулией в покое. Но видите, она не отвечает. Я уже беспокоюсь. Сейчас посмотрим. Фурмель. Она ушла. Швейцарская гвардия охраняла ватишаны днем и ночью. Мне необходимо поговорить с семьюером Мансиньером Медафрастом. Э, ну может быть это не совсем возможно? Я спрошу капитана. Может быть. Тогда иди и спрашивай. Ему не очень нравится, когда его беспокоят. Сегодня уже поздно, а у нас вечеринка с шоколадным фенфандю. Да, может быть. У меня новости от сыра Аргунта. Девушка хочет увидеть с Романда Фастой. И в такое время, ну да, верно, может быть. Чего они хоть только не придумывают. Ах, эту униформу свою, так просто с ума. Хавора пропустите ее. Ну, девушка, выглядите вы, если честно сказать, нелепо. Думаете, вы у нас такая первая? В любом случае, держу пари. Да, так и есть. В шубе на голое тело и прямиком в казарму. Милая моя, это уже какое-то заезженное клише. Передаю метафрасту, что прибыл Аргунт. Или можно паковать чемодан и уматывать обратно на свои альпийские пастбища. Но я, я не знаю, господин Аргунта. И он немного повыше, может быть. И не выглядит как, ну, за исключением глаз, может быть. Тогда да, хорошо, я передам. Сейчас, сразу же. Что за дела, капитан? Сэр Аргунт здесь, вы заставляете его ждать. Ну, ваше происходительство, ситуация немного конфузна. Лично мне все предельно ясно. Можете идти, капитан. Хорошо, мансиньор. Скажите нам, Аргунт, что вы делаете внутри этой юной женщины? Вы умерли? Да. Митерфаста, я первый пришел, который смог испытать поразительные способности мисс Гаратуль. И я горд назвать имя моего убийцы. Это никто иной, как Сигисперд и Матфьюми. Он убежден на язык, но и не может справиться с провоцирующим фактором. И его инстинкты начинают превалировать. Он живое доказательство того, что пришел на немогут гнадировать со своей дикой, жестокой, не разбустанной природой. А также он доказательство тому, что ты плохой боец, Аргунт. Он взял меня неожиданностью. Но это для меня ничего не значит, поскольку я обзавелся новым телом. И не собираюсь так просто сдаваться человеческим телом. Это тело нарушает томическое равновесие. Оно должно быть уничтожено. Ты должен принести себя в жертву Аргунту. Никто не знает, что случится, если эта энергия однажды будет высвобождена, и я могу ее контролировать столь долго, сколько буду пребывать в этом теле. И я попробую воспользоваться ей, чтобы превратиться в самого себя прямо сейчас. Безусловно, на это потребуется какое-то время. Что у нас с остальными нашими делами? Понтифик скрывается в замке Святого Ангела. Их ответное действие не заставит себя долго ждать. Как предусмотрительно. Мы отследили, как в швейцарской гвардии лояльные зигумы направились туда. Да, да. Тогда нам следует зажечь сигнальный огонь в Колизей, чтобы все наши партизаны успели сделать передислокацию. Тем временем вечеринка на Вилле Боргезе продолжалась во весь ход. Фурмиль. Я обыскала весь дом, ее нигде нет. Я попытался взять ее силы, и тогда она спешила прочь, да? Нет, ни в коем случае. Я боюсь, что мисс Крадуль могли похитить его донтиста. Тогда я отправляюсь за ней в Атишан. Постой, это очень опасно. Ты трус. Я нет. Заводись давай вперед. Врум-врум. Ты даже не представляешь, во что ввязываешься. За нами следуют тени. О нет, это совсем не тени. Гони быстрее. Они заблокировали все боковые улочки. Тогда гони по главной. Все улицу кончились. Это римский форум. Спрячемся в Колизее. Там свет и люди. Мы в безопасности. Сюда. Подожди. Возможно, это... Ой, они все хорошие. Нет. Какой восхитительный сюрприз. Мой убийца вместе с этим жалким эмоциональным человечешкой. А теперь ты обратишься в огромного супер-мега-сильного монстра и отмудухаешь их всех, верно? Это я делать не буду. Я рассматриваю это как личную катастрофу. Я обязана контролировать монстры в себе. Но... Прости. Мои верные аутентисты, пока мы ждем прибытия последних верующих для того, чтобы начать штурм замка Святого Ангела. Пусть это убогое создание нас различет. Отчет Фурмиль. Напяливай свой шлем вояка. Беги, Фурмиль. Я задержу их. Эм... Нет. Никогда раньше не видел шуток латиатора. Нет, Аргон, только не смейся. Сосредоточься, чтобы не утратить контроль над этим телом. Я буду сражаться до смеха, Чпокс. Что я здесь делаю? Я кое-кто попытался добиться контроля над моим разом. Но, чтобы сделать это, Аргон был вынужден оставить в своем уязвимом состоянии. Таким образом, я получила доступ к его мыслям. Внезапно я осознала, узнала про него абсолютно все. И я оказалась сильнее. Все в порядке, Аргон, абсолютно. Я лично сейчас положу конец всему этому фарсу. Немного человеческой крови сделает меня точно сильнее. Нет, я не могу причинить тебе вред. Чем меньше ты, тем кажется, что выше. Я опоздал. Аргон сейчас расправится с ним. Это я, Фурмиль Балван. Нам надо выиграть немножечко времени. Я видела, как Сигисберт собирается на самую верхотуру. Проклято человечешко. Сигисберт. Измена. Убить их. Чем меньше ты, тем кажется, что тяжелее. О да, это он. Ты высоты не боишься? Что? Да я повелитель воздуха. Неплохо, Сигисберт. Очень впечатляюще. Такой аттракцион надо в Евро-Диснейленд поставить. Это что еще такое? Вместо битком, набитое плюшами животными, ты бы туда очень хорошо вписался. Они застряли наверху. Это их ненадолго задержит, но я ума не приложу. Как мы отсюда будем выбираться? Все получится. Подай мне веревку. Что они собрались делать с этой тряпкой? Это не сработает. Мы падаем. Потерпи, пока мы не пролетим над огнем. Вот так вот. Огонь нагревает воздух и поднимает нас вверх. А ты мне не верила, когда я говорил, что был чемпионом среди парок гладеров, а? Но не нужно этим все время хвастаться. Теперь мы поднялись так высоко, что сможем спланировать куда угодно. Замок Святого Ангела. Именно его они собирались штурмовать. Тогда почему бы нам не отправиться в противоположное направление? Не будь глупцом, Юрий. Я не для того добиралась до Рима, чтобы сбегать при первой же незначительной проблеме. Стойте. Или может быть. Или. Эй. Может быть. Или. Эй. Это что еще за стража такая? Мы здесь, чтобы предупредить вас, аутентисты готовят штурм. Да. И может быть. Перед ним они заслали к нам шпионов? В Сигисперте на тофеме. Господин Глотендарка. Как же я рад тебе видеть святейшего понтифика. Жедая. И очень хочет поговорить с вами. О да. Лично. В атаку. Может быть. Нам стоит подождать остальных. Мы должны взять замок, как можно быстрее уничтожить их беднейшество и святейшество. Ах, Сигисперт, Фурмель, подойдите ближе. Что? Эмили? Да. И похоже тебе понадобится еще одна ванна, Фурмель. Сигисперт, я ничего не понимаю, почему горничная Франческа на троне пришонок. Хорошо, мисс Кратуль, перед вами ее святейшество. Ты хочешь сказать, глава пришонов человек, я здесь, вы можете говорить прямо со мной, знаете ли? Примите мои извинения за этот маленький маскарад. Я должна была понаблюдать немного, прежде чем довериться вам. Я по-прежнему ничего не понимаю. Теперь мы официально представлены. Давайте пойдем выпьем чаю в мой бадуар. Мне нужно объяснить вам некоторые вещи. Нас атакуют изменники. Что же, теперь мы узнаем, насколько сильна эта крепость. Это делает наш разговор еще более актуальным и от РГ Фурмель-Картуль. Это должно быть очень серьезно, раз гвардеец даже, забыл сказать, может быть. В самое раннее утро сотни монстров собрались, готовясь захватить замок Святого Ангела, последние прибежащие объединившихся с Экфома. Поливайте их кипящим маслом, они не должны достичь укреплений. Приготовиться, открыть огонь. В то время, как снаружи шла битва, я святейшество Эмили, понтифик Пришенов, рассказывал нам свою историю. В первую очередь, вам необходимо знать, что Эхони всегда был таким, каким вы видите его сейчас. Я была первым человеком, вступившей в этот мир почти две сотни лет назад. Тогда меня звали Эмили Остен, я жила на побережье Нортумберленда, что на границе с Шотландией. Я была ученой, изучавшей мифологии живущих там маленьких народностей, называемой Фейс, которые утверждали, что являются выходом из другого мира. Во время моих исследований я открыла силу атомической энергии, наполнувшуюся ей, мне удалось открыть дверь в вину и реальность. Я оказалась здесь, на Эхо, с другой стороны зеркала. Чудесно нетронутый мир, населенный любопытными, пушистыми и разумными маленькими созданиями. Хотите кусочек булочки, не бойтесь. Однако вскоре проявилась их двойственная природа, но, решив приручить их, я не сдавалась. Томическая энергия, похоже, действовала на них успокаивающе. Каждый урок цивилизации начинается с чая, мои маленькие друзья. И булочек, или кексиков, само собой разумеется. Понемногу мы привыкли друг к другу, и однажды я открыла удивительный факт, чей препятствовал превращению пришеного в монстров. Большинству из них это понравилось, они становились миролюбивыми и быстро эволюционировали. Они назвали себя зеклами, но, помня и о своей дезотвойственной противоречивой природе, попросили меня присматривать за ними. В то время как другие предпочли оставаться дикими, аутентичными и не желающими меняться, теперь они решили заблудить властью. Но я, какое отношение я имею ко всему этому? Мы дойдем и до этого, но сначала формули тебе нужно знать, что я воспользовалась дверью на Эхо, чтобы привести сюда людей, обладающих томической энергией, и которые должны были вскоре умереть. Так они могли продолжать жить и бессознательно вырабатывая успокаивающую энергию, помогать пришеным развивать цивилизацию. Ничего удивительного, что они начали строить то, что видели на Земле. Это и придает их от то странное чувство схожести с Землей. Но я никогда не встречала никого столь же сильного, как ты формули. Твоя атомическая энергия позволяет тебе даже принять другой дух. Ты гораздо сильнее, нежели я. И ты смогла перенести сюда господина Бодрова, которому здесь не место. Я не хотела, прости, без проблем. Враг захватил передовое укрепление, ситуация становится критической. Мой долг требует перевести вас в безопасное место, ваше святейшество. Мы собираемся поговорить с отступниками. Благодаря твоему невероятному потенциалу, мы сможем попытаться успокоить их с помощью нашей ауры. Это последняя надежда этого мира в формиле. Взять крепость. Метафраст. Дорогие пришоны, становитесь ее святейшество. Может быть я говорю какую-то глупость, но если вы зигмы обратились, мы бы с легкостью победили. Как я уже говорила вам на арене, об этом не может быть и речи. Это бы означало их победу, доказательство того, что чудовищная форма лучше. Не надо. Не смотрите на них, не слушайте их. Мы не можем, от них исходит энергия. Такое умиротворение. Они остановились, но не превращаются обратно в любезных белок. Соберитесь, расслабьтесь и направляйте на них позитивную энергию. Драконы, атака с воздуха. Пикируем. Спрасываем. Но, но, чай, измена. Похоже, на Франу пришла в голову отличная идея. Та самая малость, которой нам так не хватало. Фран? Да, Боргезе всегда были нашими союзниками. Фран пригласил меня в свой дом, чтобы я могла получить более полное представление о тебе. Я послала его, чтобы он оберегал тебя в то время круиза, так как подозревала, что это антисты попробуют что-нибудь предпринять. Но я никак не предполагала, что нечто подобное случится с Аргонтом. Я очень разочарована, Секисперт. Я, мне так стыдно. Что вы хотите сделать с пленниками? Интенсивная чайная терапия должна сделать их послушными. Вы не можете с ними так поступить. Я и не могу. Интересно, почему? Скажите мне формуль, Кратуль. Ну, пришел они в состоянии контролировать свою природу. Вообще-то это не совсем так. Это все случилось после того, как люди вторглись в их мир. И что теперь мы должны позволить им убивать нас? И даже несмотря на то, что наши друзья с Эггами находятся в большинстве, конечно же, нет. Это должно быть решение, устраивающее всех. Да, это и есть суть политики. Поддерживайте хрупкого равновесия. И я в этом и не сомневалась. Присаживайтесь. Здесь тебе будет лучше думать. Спасибо. Если этот мир подоймит Земле, здесь тоже должны быть мало населенные области. Так, Австралия, Южная Африка, Сибирь. Да, это так. Тогда мы сможем создать специальные области для аутентистов. Не как заповедник, нет. Просто место, куда они могли бы пойти, когда они должны последовать золу своих инстинктов. Куда не будет доступа людям. Это представляется мне мудрым решением, достойным лучше понтифика. Что вы хотите сказать? Ну, ну, не волнуйся, моя девочка. Я пока не собираюсь умирать. Но я уже очень давно жду кого-нибудь, обладающего достаточной томической энергией. И доброго, чтобы он смог заменить меня, когда придет время. Вот причина, почему ты оказалась здесь. Тебе предстоит нести это тяжкое время, когда придет время. А пока наслаждайся жизнью. Поприветствуйте фильм Фурмиль, мою наследницу. Я приехала в Рим, чтобы получить ответы. Но я получила даже больше, чем ожидала. И, пожалуй, даже намного больше, чем не хотелось бы. Фурмиль, стой. Ну, а сейчас что ты собираешься делать? Сесть на первый же дракон, отправляющийся в Нью-Йорк. Но ты же наследница понтифики. Ты не можешь стать самым могуственным человеком на Мехо. Я не хочу. По крайней мере, не сейчас. Это слишком большая ответственность. Я хочу вернуться к своей обычной самотошной жизни. Агентство, аренде, платежам, по просроченным долгам, кредитам. А в дальнейшем посмотрим. Как пожелаешь. Ну, как раз, ну, раз так, давайте поговорим о деньгах, Сигисперт. Как ты считаешь, всемогущий банк Ватишана смог бы сделать для нас что-нибудь? К сожалению, мистер Водров, будь он человеком или пришумом, или кем-нибудь еще, банкир всегда остается банкиром. КОНЕЦ